Вот здесь у нас была душевая когда-то, но там пол уже весь провалился от того, что огромное количество воды, и её просто-напросто забили. Этот двухэтажный барак 1985 года постройки достаточно обветшал. Лестницы и стены здания покосились, пол в действующих душевых в любое время может провалиться. Педагог местной школы Елена Бир признаётся, опасно стало находиться дома. Жители считают дни, когда покинут эти стены и переедут в новое строющееся здание по соседству. Наблюдаем с самого, наверное, скотлована, каким образом это всё делалось. Всё это на наших глазах, и тем более окна у нас выходят на ту сторону. Поэтому, да, очень рады тому, что дом строится, что мы скоро туда перейдём. И в таком, конечно, невозможно жить. Невозможно жить и буквально там может завалиться в любой момент. В двухстах метрах от барака строители возводят трёхэтажное здание, где разместят 36 сельских семей. Дом по программе переселения из аварийного жилого фонда соответствует всем нормам и требованиям. Подрядчик заверяет, эти дома простоят не менее сотни лет. Монолитный фундамент делает его сейсмоустойчивым. Также здания заранее утеплили. Это позволит сохранить тепло даже в самые суровые сибирские морозы. К дому подведены все инженерные коммуникации. На 80% завершили работы по благоустройству. Если бы не морозы, строители говорят, завершили бы и отделку фасада здания. На сегодняшний день занимаются мокрыми процессами, то есть шпаклевание стен, керамогранит на личных площадках. Сейчас готовимся на гидроизоляцию санузлы, будем делать плитка. Квартиры сдадут сельчанам под ключ. Строители обещают постелить линолеум, поклеить обои, установить ванны, унитазы, краны. Уже весной переселенцы аварийного дома смогут отметить новоселье. В данном случае речь идет не об улучшении жилищных условий граждан, а переселении из аварийного. Поэтому в данном случае, какую площадь они в настоящее время в аварийном доме занимают, ту они и получат. За последние несколько лет в Минусинском районе построили более 50 домов для молодых специалистов, многодетных семей, переселенцев из ветхого жилья. Местные власти отмечают, благодаря этому и удается привлекать специалистов в сельскую местность, что сегодня особенно ценно. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости.